Привет, друзья! Наступила осень и очень захотелось нам где-нибудь погреться на солнышке. Поэтому мы летим в Египет. Эта страна всегда встречает тепло. Здесь всегда голубое небо и, конечно же, шикарнейшее Красное море. А в этом фильме мы хотим подробно вам рассказать, как совершаются перелеты на сегодняшний день во время коронавируса с Украины в Египет. В нашем случае это с Киева в Хургаду. Какие требования к нам у египтян? И как все это происходит в деталях. Итак, всем, кто прибывает на отдых в Египет, нужно иметь при себе документ о ПЦР-тестировании на COVID с отрицательным результатом. Перед поездкой в Египет ПЦР-тест должен быть взят не ранее, чем за трое суток, 72 часа до прилета. На нем должны быть дата и время забора материала и обязательно печать лаборатории. Также он должен быть переведен на английский язык. Это основные требования к тесту. Для прилетающих в Египет по горящим турам и кто физически не успевает получить анализ на COVID до вылета на отдых, его можно сдать по прилету в любом аэропорту Египта. Цена вопроса 30 долларов с человека. Так же, как и на Украине. Но мы считаем, что сдавать анализы на COVID дома намного удобнее. Так вы будете абсолютно спокойны, что здоровы и ничто вам не испортит отпуск. Быстрее доберетесь до своего отеля и погрузитесь в атмосферу отдыха. Кстати, туристические операторы компенсируют стоимость теста определенного списка отелей. Поэтому сохраните чек об оплате и уточните, входит ли ваш отель в этот список. Так же нужно иметь с собой заполненную Declaration Form. Это больше похоже на анкету о состоянии вашего самочувствия. Там надо ответить на вопросы, есть ли у вас симптомы COVID, контактировали ли вы с больными и так далее. Эти декларации раздают в самолете, но можете скачать ее в интернете и заполнить дома самостоятельно в спокойной обстановке. Так же надо иметь миграционную карту по прилету. Ее заполняли всегда. И выдают ее так же в салоне самолетов. Самолеты, кстати, летают довольно старенькие. В нашем были очень сдвинуты сидения между рядами и спинки даже не откидывались. К тому же было очень душно в самолете. И четырехчасовой ночной перелет от компании Windrose доставил нам мало удовольствия. По прибытию в аэропорт все пассажиры, которые имеют на руках справку с отрицательным анализом на COVID покидают в салон самолета первыми. При выходе у нас забирают declaration form и проверяют тест, чтобы результат был негативным. А далее все как обычно. Проходим к паспортному контролю, затем в зону получения багажа и на трансфер. Те, кто будут делать анализы при въезде в Египет, выходят с самолета последними. Их сопровождают к месту забора материала для исследований. По времени это занимает около 10 минут на каждого человека. Затем тоже все как всегда. Отправляются на паспортный контроль, получают багаж и разъезжаются по отелям. Результат теста в течение суток будет в отеле. Если у кого-то из гостей результат теста окажется положительным, его изолируют в отеле, в специальном карантинном здании или на специальном этаже. При выходе с аэропорта перед нами представлены все мобильные операторы Египта. Но особо не обольщайтесь представленными предложениями. При покупке карты они обещают многое. И это многое должно заработать через несколько часов, типа после активации карты. Но на самом деле после нескольких часов в лучшем случае заработает карта. И на ней будет половина обещанной гигабайт. В худшем случае она вообще не заработает. И потом вы им ничего не докажете, так как при покупке сим-карты вам не дают никаких ни чеков, ничего вообще. Так что мы рекомендуем при необходимости постоянного интернета покупать мобильные пакеты в специализированных магазинах. В Кругаде они и есть сензомол. Для покупки нужен только загранпаспорт. Ее вам там сразу активируют и все работает прекрасно. И вот он самый сладостный момент. Тепло 36 градусов, пальмы, зелена и море радости. Наступил этот долгожданный момент. Мы находим автобус нашего оператора. Еще немного и мы будем в отеле. Отель мы выбрали в Макади Бэй. Поэтому еще 30 километров песочных пейзажей. И тут при общении с представителем нашего туроператора нам заявляют, что наш отель не работает. И нас везут другой, еще типа лучший отель. Состояние, конечно, шоковое. Мы так долго выбирали для себя отель. А теперь впереди еще куча вопросов и полная непонятка. Но, надеемся, все будет хорошо и ничто не сможет испортить нам отпуск. О дальнейших событиях поделимся с вами в наших следующих выпусках. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»